Привет, с вами VideoShopper.ru. Компания Lenovo уже плотно вошла на рынок мобильной техники и набрала совсем немалую массу поклонников. Смартфоны серии Vibe быстро набрали популярность и получились вполне успешными. И вот компания Lenovo выпустила еще одного 6-дюймового гиганта под именем Lenovo Vibe Z2 Pro. Итак, комплект. В коробке находится сам смартфон, зарядный блок, USB-кабель, наушники, скрепка для извлечения лотков, документация и защитная пленка на экран в качестве бонуса. Комплектация вполне приятная, но когда вы купите Lenovo Vibe Z2 Pro в нашем магазине, то дополнительно получите подробную карту России, а также более 150 полезных программ и игр. Корпус у Z2 Pro монолитный. Он выполнен из металла и имеет угловатую форму. Сама поверхность корпуса матовая с текстурой и немного шероховатая. Из-за этого в руке гаджет лежит надежнее. По габаритам Z2 Pro сразу скажу имеет внушительные размеры, что и стоило ожидать от 6-дюймового аппарата. Я любитель больших гаджетов и скажу, что пользоваться одной рукой им не очень удобно, так же как и носить устройство в кармане. Но Lenovo нашла способ упростить работу с гаджетом и сделала несколько удобных функций. Первое – это микроэкран одной рукой. Просто потяните экран в нужную сторону и он станет меньше. Второе – управление жестами, когда просто не нужно притрагиваться к экрану и перелистывать рабочие столы и картинки, не прикасаясь к экрану. А также включение клавишей громкости и заблокируйте экран, просто встряхнув аппарат. Помимо металла, на корпусе имеется пластиковая вставка, на которую вынесена фронтальная камера в красном ободке и вспышка. Камера не утоплена и очень сильно выпирает, что, на мой взгляд, немного портит картину задней панели. К сборке претензий нет, собрано и выполнено все очень качественно. С лицевой стороны смартфон выглядит довольно обычно. Всю поверхность закрывает защитное стекло. Отпечатки пальцев остаются, но благодаря олеофобному покрытию отпечатки удалять легко. В верхней части разместился глазок фронтальной камеры, динамик, датчики и световой индикатор. Кнопки управления с подсветкой находятся в нижней части. Звонковый динамик и разъем USB расположился на нижнем торце. На верхнем только аудиоразъем под наушники. Левый бок отдан под качельку громкости, справа кнопка включения и лоток под две сим-карты. Vibe Z2 Pro получил IPS LCD-экран диагональю 6 дюймов с QHD разрешением и плотностью точек 490 ppi. Технология Multi-Touch здесь позволяет обрабатывать 10 одновременных прикосновений. Яркий экран, цвета сочны, углы обзора максимальные. На солнце информация читается и видна хорошо. В настройках можно выставить удобный режим цветового баланса на ваш взгляд. Lenovo Vibe Z2 Pro строится на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц. В аппарате 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ собственной памяти. Слота под карту microSD нет. Для нужд пользователя в устройстве доступно около 23 ГБ. В обработке граффити задействован видеоускоритель Adreno 330. Интерфейс работает плавно и без лагов. Переключение между программами происходит очень шустро и четко. Мощности аппарата хватает для выполнения любых поставленных задач и позволяет играть во все доступные игры. смартфон работает под управлением Android 5.0.2 с фирменным интерфейсом Vibe UI. Внешний вид оболочки выглядит симпатично и стильно. Отдельного меню приложений нет. Все установленные приложения сразу падают на рабочие столы. Шторка уведомлений открывается в несколько этапов. Свайпом снизу вверх можно открыть вкладку, в которой можно установить темы оформления, обои, а также множество вариантов перелистывания меню и рабочих столов. Есть удобная функция Smart в виде кнопки на экране, которую можно перемещать на рабочем столе и установить на удобном месте. При нажатии на нее открывается меню быстрого доступа к основным функциям, набор которых может быть задан вами по желанию. Также, как и говорил выше, есть большое количество управления жестами, управление одной рукой, блокировка встряхиванием. Среди предустановленных программ есть файловый менеджер, пакет для работы с офисными документами, также полный набор приложений и фирменные приложения Google. Помимо этого имеются несколько игр и набор самых популярных соцсетей. Что касается музыки, то тут установлен штатный аудиопроигрыватель от Google. Звук очень громкий, качественный. В наушниках музыку слушать приятно. Также имеется и FM-радио. Что касается аккумулятора, то тут его емкость 4000 мАч. При средней нагрузке смартфон способен проработать 10-11 часов. В режиме максимального использования максимум, на что его хватит, часов на 7. В настройках имеются режимы энергосбережения, настройки по работе с ограничениями производительности и настройки приложений в спящем режиме, а также режим экстремального энергосбережения. Камер в смартфоне 2. Фронтальная на 5 мегапикселей с фиксированным фокусным расстоянием и сенсором RGB. Основная на 16 мегапикселей с автофокусом, оптической стабилизацией и LED-вспышкой. В меню настроек камеры большое количество как стандартных настроек, так и такие режимы, как панорама, сумерки, художественная HDR, траектория и спецэффекты. Камера может снимать видео в максимальном разрешении как 4К, так и более низком формате. Помимо прочего, присутствуют режимы ускоренной съемки, замедленной съемки и обе камеры. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Если за 14 дней вы не придете от Lenovo Vibe Z2 Pro в восторг, мы любезно вернем вам деньги за 12 минут, без скандалов, нервотрепки и экспертиз. Подробности на сайте video-shopper.ru или по телефону на экране. Из беспроводных интерфейсов имеется Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, а также имеется поддержка сетей 4-го поколения LTE. Смартфон поддерживает работу двух сим-карт. Будем подводить итог. Lenovo Vibe Z2 Pro это мощный и большой аппарат. Да, у него большие размеры и он совсем не компактен, но на это он отвечает отличным 6-дюймовым экраном, производительной начинкой и приятным внутренним оформлением. Также отмечу возможность использования двух сим-карт и совсем неплохой автономностью. К минусам отнесу, пожалуй, только отсутствие слота под карту памяти. В общем, мне смартфон понравился и я считаю, что к нему стоит приглядеться. С вами был VideoShopper.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Удачи в выборе! Пока!